Указ президента России Бориса Ельцина о мерах государственной поддержки технического перевооружения Магнитогорского комбината совпал по времени с очень важным событием в жизни металлургов. В этот день на Магнитку съехались очень важные персоны всероссийского и областного масштаба. Достаточно назвать только два имени. Серафим Афонин, по сути федеральный министр по металлургии, и Вадим Соловьев, губернатор Челябинской области. Цель визита конкретнейшая. Участие в работе отчетно-выборной конференции благотворительного фонда металлург. О самой конференции было написано немало, и мы ее использовали как повод поговорить о главном указе российского президента. То, что вышел указ по завершению реконструкции Магнитогорского комбината, рады не только Челябинской металлургии и всей металлургии России. Этот указ, это документ, который поставил точку, скажем, поиска подходов, конструктивных подходов структурной перестройки металлургии. Сегодня действительно нам есть чему порадоваться всем магнитогорцам. Я искренне поздравляю с этим документом, с этой важной вехой в завершении реконструкции предприятия. Видимо, еще и поэтому на лицах наших ветеранов читалось внутреннее волнение, особая торжественность. По сути, это второе рождение магнитки. Ведь, как это ни парадоксально, огромные деньги, вложенные в реконструкцию комбината, в конверторы и новые станы, мало что значат, если на предприятии не будет главного и окончательного звена – стана холодной прокатки по производству автолиста. Кредит, который мы, так сказать, получаем под стан 2000, под электростанцию, под алюмоцинкование, значит, это порядка 1 миллиарда 200 долларов. Питер Филиппович, деньги большие и большая ответственность, потому что, как говорят, вот не давайте деньги в дырявые руки. Какие у нас руки? У нас руки золотые. Это я говорю с ответственностью, потому что все эти, будем говорить, 5 пересрочных лет мы ни на один год, не только руки, наверное, тут надо сказать, что и головы тоже, так сказать, мы ни один год не прекращали, так сказать, борьбу, ни один год мы не прекращали строительство. Мы из-за этого в начале 90-м года мы опустили конвертер, значит, полтора года тому назад мы опустили стан 2000, сегодня идет, так сказать, строительство стана 2000, холодная прокатка. Бывает так, что вот утром у кассы, вечером деньги? Нет, такого никогда не бывает. Когда деньги? Значит, если будет все протекать, процесс нормально, то мы где-то должны получить июль-август первую, так сказать, партию на аккредитование стан 2000. Но работа все равно уже будет идти пока без денег, так? Сегодня вот и прибыл Вадим Павлович, так сказать, Соловьев, с ним приехал Виктор Яковлевич БОС, это, так сказать, директор завода металлоконструкций, который нам уже сегодня, так сказать, часть оборудования металлоконструкций сделал и продолжает, так сказать, делать. Поэтому работа, в принципе, она ведется и сегодня еще после получения указа мы считаем, что она еще более, так сказать, возобновится. То есть некоторые коллективы просто начинают сегодня работать уже в долг. А вот та вот судьбоносная дата, я имею в виду 16 июня, не повлияет ли это на то, что деньги могут не прийти? Ну, я и назвал срок июль-август, потому что принципиально вопросы по выдаче кредита нам сегодня уже практически решены. Нам необходим был, вот так сказать, указ. Он сегодня у нас в руках и так далее. Поэтому сегодня будет как раз определять этот промежуток времени. То есть будут ждать, так сказать, что будет на президентских выборах. Получив свой отечественный автолист на магнитке, держава перестанет покупать его в Швеции, Японии, Англии и других странах. Колоссальные средства останутся дома. И, конечно же, в том числе и этим людям, отдавшим силы и здоровье Мартенам и Домнам, удастся кое-что добавить к их скудной пенсии. Но все это возможно лишь при стабильном политическом курсе. Отсюда и некоторая осторожность. Тут у нас есть такая практика в жизни нашей. Говорит, подписанный приказ, указ или распоряжение – это билет в кино, который ты можешь использовать, а можешь не использовать. Поэтому указ – это документ, который дает право дальше идти, ну, грубо выражаясь, в бой для достижения цели. Но если ты лодырь и трус, то этот указ тебе не поможет, потому что ты с ним еще должен пойти в бой для достижения цели. Конечно, это дает право заниматься активно, напористо и целенаправленно. У нас вовсе нет желания утверждать, что на магнитке живут особенные люди. И рай земной здесь обретает все более реальные очертания с каждым годом перестройки. Нет, здесь также задерживают зарплату, не уплачивают пенсии. Также противны естеству поросячьи затылки, будь то новых или номенклатурных обновившихся русских. Дело в том, что а корабль плывет. Латаны-перелатаны. Без карт и лоций. Обходя, а чаще натыкаясь на рифы в тумане, он плывет. Благодаря интуиции капитана, обученной команде, вере в предначертанность судьбы, избравшей полвека назад служить шелезному молоху лучшие мужицкие руки России. У них очень серьезная команда, которая умеет хорошо работать. Они, не оглядываясь, идут вперед, без, может быть, страха, с некоторыми сомнениями, но выбрали путь и назад не отступают. Мне приятно работать с такими людьми и хорошо помогать тем, у кого трещат гужи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!